Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появилась ЯкТигр 8.8, премиумная ПТ-хо 8 уровня, которая зайдет многим ПТ-водам, но не каждому подойдет. Сейчас будем во всем разбираться поподробнее. Если вы хотите посмотреть абсолютно честный обзор в стиле моего канала на данную машину, за ценом брони, сравнением с другими танками, то обязательно переходите по ссылкам, которые я добавлю в описании или по ссылочке, которая вот здесь наверху будет всплывать в течение видео. Что касается того, как понять какой геймплей вас ожидает на данной машине. Машина большая, машина не имеет рубки, обладает вполне себе достойной для своего уровня бронирования подвижностью, но в то же время довольно скудной подвижностью, если сравнивать со многими другими ПТ-шками на 8 уровне. Если вы проходили ветку ПТ в дереве Германии и играли на Ягдтигре 9 уровня, то вот один в один геймплей вам будет знаком и абсолютно схож. Единственное, что на Ягдтигре проходном вы часто встречаетесь с десятками, а на Ягдтигре 8 и 8 вы очень редко будете попадать против девяток, да и плюс эти девятки будут явно в небольшом количестве. По крайней мере, меня не часто к девяткам бросает, играя на Ягдтигре 8 и 8. Для скептиков, которые говорят, что это все-таки картон, который пробивается, посмотрите на лобовую броню данной машины. Но согласитесь, мало ПТ есть в игре, которые обладают таким уровнем бронирования, особенно в верхней части. Здесь у нас все очень круто, 265-266 с приведенкой, без приведенки 262 мм. Причем везде, ребята, это действительно очень круто. Что касается верхнего бронелиста, то здесь 230 в прямой проекции с учетом приведенной брони, а если будете отыгрывать где-то от неровности, то будете иметь 255 мм, что я лично считаю довольно неплохим показателем для ПТ. Что касается нижнего бронелиста, то, понятное дело, он пробивается и особой броней не обладает. Что касается бортов, борта просто огромные по размерам, ну и, соответственно, принимают в себя абсолютно все, потому что брони здесь и 100 мм не наберется даже с учетом приведенки в прямой проекции. Ну а что касается кормы, то кормой мы можем вполне себе спокойно расторговывать против фугасов, которые будут залетать нам куда-нибудь сюда. Большого урона мы не получим. Ну а если грамотный танкист кинет в основании рубки вот сюда, точнее не рубки, а в основании верхней части корпуса, ну, короче, вы поняли, о чем я говорю, то есть вот в эту линию забрасывая фугасы, здесь у нас в бронелисте всего лишь 42 мм, и поэтому осколками фугаса сюда будет закидывать вам урон вполне себе нормально. Если вы столкнулись с этой машиной лоб в лоб, и ваш соперник пытается против вас играть клинчем, ну, тогда то же самое делаете, берете фугас, потому что сюда вы не пробьете, особенно если голдовых снарядов с собой нет или они закончились, но и фугасом бьете вот сюда в основание. Тогда в этот верхний бронелист танки 42 мм очень весело и бодро заходит урон в районе 50% от возможно наносимого. Короче говоря, если играть, то играть только в прямой проекции или немножечко вот так вот танкуя, не более того. Понятное дело, что если будете поворачиваться бортами, или уж тем более подставите корму, то вас разберут. Что касается орудия. Орудий, ребят, у нас два. Вы можете выбрать себе орудие, то, которое вам больше подойдет по стилю игры. И здесь у нас есть топовое орудие, которое обладает очень крутым ДПМом в 3500 единиц. Для восьмого уровня это действительно очень высокий показатель. 6 секунд перезарядки, что я лично считаю очень бодрым показателем, потому что многие СТшки таким не обладают. И 350 единиц альфы. Да, пускай немного, но здесь работать необходимо именно от ДПМ. Пробитие на данном орудии будет у вас 235 мм, что в целом вполне себе приемлемо. Если вдруг вам не хватает, то можете кидать подкалиберные с уроном в 260. Да, существенно проседаете по альфе, но зато гарантированно пробиваете. Можете поставить себе, безусловно, оборудование на калиброванные снаряды. В таком случае у вас будет 247 мм по пробитию, но, ребят, при этом у вас существенно упадет ДПМ и на целых полсекунды увеличится время перезарядки. Я не устану повторять, что я не считаю, что в нашей игре есть понятие правильное и неправильно установленное оборудование. Есть понятие комфортно или некомфортно конкретно вам. Поэтому выбирайте себе самостоятельно, как оборудку ставить. Что касается базового орудия, здесь очень скудное пробитие в 203 мм. Здесь ДПМ будет пониже, он будет составлять 3160, но при этом время перезарядки, ребят, на 2 секунды круче. Здесь будет всего лишь 4 секунды перезарядки и альфа по 220. Что касается угла склонения орудия вниз, на базовом орудии минус 7 и на топовом все те же самые показатели минус 7 и плюс 15. Ничего абсолютно не меняется. Короче говоря, сами выберите, если купите себе Ягдтигра, на каком орудии играть. Мы выкатим данную машину с обоими стволами. Сначала выкатим на топе, ну а потом на базовом. Ну и попытаемся таким образом показать машину такой, какая она есть на самом деле. В целом, как всегда. Ну что, погнали в бой. Итак, друзья, хоть это и не обзор, но давайте будем обсуждать то, что видим и то, что я ощущаю, играя на данной ПТшке. Подвижность у нее, безусловно, отстающая от многих других, типа Скорпиона или той же самой СУ-130ПМ. Но, ребят, я, по крайней мере, понимаю, за что я плачу такой скудной подвижностью. Я плачу за возможность очень часто получать непробития. Я плачу за возможность иметь очень высокий уровень ТПМ. Что касается защиту, так, ребят, дело в том, что не самая худшая в то же время подвижность. Это, в конце концов, не ПТ-хи серии АТ, которые не двигаются по карте вообще. Как-то их не толкай, они не едут. Эта машина передвигается, и в этом ее достоинство. Что касается того, как стоит использовать данную ПТшку, вы ни в коем случае не должны лезть первым в драку. Вы танк поддержки, вы должны занимать какую-нибудь выгодную для себя позицию и, пользуясь своим очень точным орудием, которым очень удобно отыгрывать на дальних расстояниях, поддерживать своих союзников точным и жалящим отстрелом снарядов по 400 единиц. Как вы видите, вылетает, мама не горюй. Ну и здесь ребятам становится, понятное дело, не очень приятно находиться. Они начинают расползаться кто куда и пытаются найти себе более выгодные позиции. Что мне нравится в данной ПТ-хе? Мне нравится хорошее точное орудие на дальних расстояниях, и мне нравится возможность максимально долго продержаться в бою, даже если вдруг ты с кем-то столкнулся прям лоб в лоб. Что мне не нравится в данной ПТ-шке? У нас во всех танках есть какие-то недочеты. Так вот, недочетом данной ПТ-шки является, как мне кажется, скудноватное время сведения. Действительно не очень комфортно, опять-таки, на тех же дальних расстояниях выцеливать, но не всегда приятно. Действительно, очень часто бывает такое, что ты не успел еще полностью свестись. Но если ты стал в подходящем тебе месте, хорошенько захоронился там, и отыгрываешь по засветам своих союзников с полным сведением, поверьте мне, вы будете счастливы, как ПТ-вод, потому что это действительно очень хороший породистый снайпер. С хорошими углами склонения орудия, как видите, мне не надо было сейчас вылазить прям совсем вверх, для того, чтобы можно было кого-то выцелить. В частности, Т49-го выцелить в бортину, пока он перекатывался. Короче говоря, машинка очень классная, очень интересная. Мне играть на ней приятно. И что меня радует в этой машине, что она позволяет мне порой ощутить то, что мне не дают другие танки. Я имею в виду другие ПТ-шки на восьмом уровне. Она дает мне возможность играть спокойно, никуда не торопясь. Она, в принципе, ребят, не требует спешки. Она, наоборот, просит от вас какого-то спокойствия и умиротворения. Вот если вы играете спокойно, никуда не торопясь, то тогда вы будете делать на ней очень крутые и классные результаты. Ну а если вы будете, как шальной, пытаться лететь куда-то, то успеха вам не видать. Плюс к тому, стоит отметить, что данная машина... Подождите секундочку. Стоит отметить, что... Спасибо большое. Стоит отметить, что данная машина, она позволяет еще расслабиться тем, что тебе необходимо просто стрелять. При этом тебе нет необходимости постоянно думать о том, чтобы кому-то не попасть в засвет, чтобы, не дай бог, не прилетел какой-нибудь в лоб фугас. Ну и подобные, короче говоря, вещи, которые периодически меня напрягают. Если мне хочется расслабиться на ПТ-шке, встать где-нибудь спокойненько вдалеке от соперников и просто поиграть в снайперам, то я довольно часто данную машину выкатываю из ангара. При том, что она не пользуется популярностью, в знак классности взять на ней абсолютно не проблема. Неполные 2000 урона, просто бой так сложился. Поверьте, она может вполне спокойно вывозить по 2500-3000 за бой. Вообще не потея. Что касается нашего фарма. Давайте вернемся на секунду на страницу с результатами нашего вознаграждения в виде кредита и посмотрим с учетом према-ккаунта 98100. Ну давайте будем округлять 98. Без према 76. Но согласитесь, 76 тысяч за неполные 2000 урона на полном расслабоне, это довольно-таки неплохо. Единственное, что я не посмотрел, бустеры у меня активированы или нет. Да, бустеры кредитов есть на 38 косарей. Отнимите 38 тысяч, и вы поймете, что в целом 40 тысяч. Довольно неплохие результаты без бустеров, играя вот так вот абсолютно расслабленно. Что касается нашей результативности по команде, то на мое удивление мы даже заняли второе место. Я думал, что мы где-то будем на четвертом. Ну вот, как получилось, так получилось. Сейчас похвалим наших союзников за то, что с нами вместе плечом к плечу сражались, и мы одержали победу. Ну и обязательно похвалим наших соперников за то, что они достойно проиграли. Берем базовое орудие, снаряжаем его снарядами, так просто от балды закинем какое-то количество чего-то, и поедем, попытаемся затестить с вами А, вот так вот, простите. И попытаемся затестить с вами машину на базовом орудии. Мне на базовом орудии играть нравится гораздо меньше. Не знаю. Может это просто мое субъективное, а может действительно играется хуже. Да, там круче скорострельность, но все-таки далеко не то, чего ты ожидаешь от этой машины в бою. Все-таки хочется наносить урона больше за выстрел, пускай даже реже. Ну, реже на 2 секунды. Для этой машины 2 секунды не прям совсем существенный показатель. Ну что, поехали. Учитывая крайне низкий уровень пробития у орудия в 203 единицы, калиброванные снаряды я не поставил, просто лишь для того, чтобы показать вам, как играется с одинаково установленным оборудованием то или иное орудие. Там вы уже сами определитесь, стоит вам ставить калиброванные снаряды, не стоит их ставить. Но согласитесь, зацен будет не совсем честно, если одно орудие я буду играть с калиброванными снарядами, приближая его к тем показателям бронепробития, которые на топовом орудии стоят. Ну и при этом буду что-то говорить по поводу качества этого орудия. Так вот, ребят, играя на вот таком вот орудии базовом, имея скудный уровень пробития, вам на линии тяжелых танков придется очень-очень сложно. Поэтому не стоит туда ехать на данной ПТшке, если вы все-таки выберете себе более скорострельную пушечку. Ну, просто потому что сопротивляться, ну и отстреливать по хорошо бронированным танкам восьмого уровня, по тяжам, это действительно занятие будет для вас такое себе. Мало чего фанового и интересного. Такс. Время сведения здесь получше, безусловно. Что касается урона, накидываете поменьше, но зато скорострельность выше. И, как обычно, мы приходим с вами к стандарту. К стандарту того, что сами определяетесь, как вам удобнее, как вам интереснее. На удивление, сейчас угол склонения орудия вниз мне недостаточно. Помогает. Вроде бы и минус 7, и в предыдущем бою все было очень бодро, а вот на такой вот небольшой горочке стало действительно дискомфортно. Ну что, поехали. АТ-15 попытаемся поразбирать. Разворачивается, кстати, на месте ПТ-шка крайне, крайне вяло, и закрутить ее абсолютно не составляет никакой проблемы. Вот отверстие, свидетельствующее правдивость моих слов в отношении того, что по бортам машину разбирают просто мама, не горюй. Ну а теперь я думаю, что можно передвигаться в сторону тяжей. Счет пока у нас равный, 2-2, но что-то мне подсказывает, что шансы не сильно хороши. РУ-252 у нас закатилась очень глубоко и, как я понимаю, может сейчас отхватить. Если его там разберут, то наши шансы на победу существенно падают, потому что его засветы были бы очень даже таки кстати. Так, сдавай назад. Ну вот в отношении точности, ребят, на дальних расстояниях, как вы видите, абсолютно спокойно пробиваю титана в нижний бронелист. Выцеливать кого-то крайне приятно. Сложности абсолютно никакой с этим у вас не будет. И этим мне очень нравится Ягдтигр 8.8. Я всегда говорил, что это очень классный снайпер и практически в каждом своем видео я об этом вспоминаю и говорю вам об этом. Если вы ищете себе геймплей, при котором вы будете просто снайперить, то это одна из лучших ПТшек на восьмом уровне, которая позволит вам этим заниматься с максимальным удовлетворением. Ну что, поехали. Попытаемся попытаемся доразобрать этих товарищей. Я думаю, что особого труда нам это не составит. Кританули двигло. Не очень приятно, но в целом я думаю, что шансы на победу у нас пока хорошие. Вот она, скорострельность в действии. Это действительно очень приятно. Я обожаю скорострельное орудие в нашей игре и из-за этого мне, допустим, очень сильно нравится тот же самый экшн-икс. Машина действительно очень приятная и вот на нем приблизительно точно так же и отстреливаешь постоянно. Но, как вы видите, нижний бронелист пробивается. Это то, о чем я говорил. Что касается верхнего бронелиста, то, как вы видите, есть не пробитие, но есть и пробитие. Скорее всего, меня пробили не голодовым снарядом, просто под определенным углом брони. Она светится вполне себе нормально серым цветом, пробивать ее можно. По бортам обсудили. Ну, а что касается нашей результативности по бою, то давайте посмотрим, что мы смогли сделать. Из 7 фрагов 2 сделали мы и 5 сделал наш союзник, которому мы сейчас обязательно поставим лейкос, потому что это очень-очень бодрый результат за бой. Что касается нашего настрела, я не думаю, что мы смогли прям взять бога за бороду, но все-таки 2500 довольно неплохо и знак классности второй степени. При этом, как я говорил, 2 уничтоженных соперника. Что касается нашего фарма, то 113 тысяч с учетом бустеров и с учетом прем-аккаунта, если бы этого не было, то бустеры затянули 41 тысячу и, соответственно, получилось 84 чистыми без прем-аккаунта, но с бустерочками. Возьмете калькулятор, посчитаете, по моим подсчетам получается, грубо говоря, там 42-43 тысячи чистоганов. Да, пускай не самый крутой фармер и гор серебра постоянно на нем вывозить вы не будете, если будете играть без према и без бустеров, но в целом, по-моему, очень даже неплохо. Очень даже неплохой заработок за такие результаты, при том, что я абсолютно спокойно играю, никуда не торопясь и ни за что не переживая. Второе место в команде по урону, ровно как и в предыдущем бою, если я правильно помню. Ну и сейчас похвалим наших ребят, которые с нами играли как в одной команде, так и во второй и давайте будем подбивать итоги. А мне кажется, что итоги подбивать долго мы не будем, потому что все необходимое для принятия взвешенного решения я вам показал, как обычно показал машину такой, какая она есть на самом деле. 5500 для восьмерки это не цена, с учетом 30 дней према в нагрузку очень даже приемлемый бонус. Покупать или не покупать решать вам, обязательно пишите в комментарии свое мнение по поводу данной машины. Да, ребят, еще мы приближаемся к 20000 подписчиков и как я обещал на 20000 подписчиков мы проведем большой розыгрыш прем танков. Поэтому оставляйте пожалуйста комментарии под данным видео и обязательно указывайте свой игровой никнейм и айди. Откройте свои подписки чтобы я видел что вы действительно являетесь подписчиком моего канала и вы автоматически становитесь участником розыгрыша одного из прем танков который выберите себе самостоятельно из предоставленного мною списком. Розыгрыши проводим на прямых трансляциях. Поэтому не затягиваем, не теряем время подписываемся на канал прямо сейчас, ставим лайкосы ну и возвращаемся на следующее видео для того чтобы посмотреть что-нибудь новенькое и зарегистрироваться на розыгрыш еще раз. Мира вам друзья мои и обязательно спокойствия. Пока-пока.